В эфире Выборгская муниципальная телекомпания. Вы смотрите программу «Город новости» по Выборгске. В студии Людмила Перминова. Здравствуйте! Выборг со знакомительным визитом посетила делегация из Норвегии. Приезд гостей прошел в рамках программы обмена государственными и муниципальными служащими Норвегии и Северо-Западного федерального округа, сообщает пресс-служба районной администрации. Гости обсудили с представителями местной власти проведение совместных мероприятий в различных сферах, а также определили дату подписания нового договора о сотрудничестве. Кроме того, члены делегации побывали с экскурсией в библиотеке Альвара Аалта и ознакомились с работой районного информационного центра. За горячие в подъездах лампочки и работу лифтов заплатят жильцы. На заседании общественно-координационного совета по ЖКХ обсудили методику начисления платы за содержание общего имущества. Изменения в федеральном законодательстве произошли с 1 января 2017 года. Общедомовые нужды из разряда коммунальных перешли в жилищные. С холодной и горячей водой особых проблем не возникло, а вот с начислением платы за электроэнергию в местах общего пользования у управляющих компаний вопросы появились. Подробнее расскажут наши корреспонденты. Уходя, гасите свет. Теперь эта фраза приобретает новый смысл для жильцов многоквартирных домов. С переводом общедомовых нужд из коммунальных услуг в жилищные в квитанциях появилась новая строка «СОЭЭлектроэнергия». Начисления должны были производить с начала года. Однако применение существующих формул расчета и нормативов показало их несостоятельность. После долгих консультаций на уровне управляющих организаций местные власти и правительства региона вывели более-менее приближенную к реальности формулу. Один в один. Все, что нам выставляет РКС «Энерго», мы собираем жителей, ничего своего мы не прибавляем, все это оплачиваем, так сказать. И получаются цифры достаточно приемлемые, они экономически обоснованные. В июне месяце законодатель, то есть правительство Ленинградской области, должно сформировать по всем ОДНам новые нормативы, в том числе и по ОДНу по электроэнергии. В общедомовые нужды по электроэнергии входят освещение подъездов и придомовой территории, свет в подвалах и на чердаках, работа лифтов, домофонов, теплонасосов и другого оборудования. И все это раскидывается на общее число квартир в доме. Но по причине, ведомой только законодателям, с учетом их площади. Получается, для владельцев 100-метровых хором лампочки в подъездах светят в три раза ярче, чем для хозяина 30-метровой однушки. Одна надежда на пересмотр нормативов и на реализацию программы управляющей компанией по ЖКХ. До конца года организация обещает установить общедомовые счетчики в домах, где это возможно, за свой счет. Как выяснилось, в Выборге только 5% многоквартирных домов имеют такое оборудование. Зашла речь и о так называемой 13-й квитанции за тепло, которую выборщцы со страхом ждут с начала года. Это коснется жильцов домов, оборудованных общедомовыми приборами учета тепловой энергии, которые оплачивают потребленное тепло по системе 1-12 равномерными долями в течение года. Ежемесячные платежи были рассчитаны, исходя из показателей 2015 года, а счетчик между тем работал. И теперь нам предстоит оплатить то, что он показал на самом деле. По 50-60% домов разница была несущественная. Скажем так, в некоторых домах, это порядка из 200 домов в Выборге, это порядка, наверное, 30 домов, разница отрицательная, то есть мы должны вернуть деньги. Есть там порядка 20 домов, по которым плюс, к сожалению, получился достаточно существенно. В этот список попали Гагарина 39, Крепостная 41, Каменный переулок 2А и порядка 20 других домов. В ближайшее время во все дома управляющая компания разошлет информационные письма. Если возникнут вопросы, можно обратиться в ведомство. Как же снизить плату за отопление? И на этот вопрос искали ответ на совете ЖКХ. Управляющим компаниям и ТСЖ стоит рассмотреть возможность приобретения погодозависимого оборудования. С его помощью можно исключить так называемые перетопы, а значит снизить плату. На примере дома 8 тысяч метров мы получили экономию где-то 37%. То есть дом должен был быть по расчету 1100 гигакалорий потребить. Потребил 721. То есть сэкономили 424 гигакалории. И в ценах прошлого года они сэкономили 960 тысяч рублей. Стоят такие агрегаты недешево. Поэтому руководителям управляющих организаций предстоит взвесить все за и против. И постараться убедить жильцов в необходимости установки оборудования. Ведь собирать деньги придется всем домам. Вероника Когут, Валерий Притяжнюк, Медиагруппа «Наш город». И в продолжение темы. Руководителей недобросовестных управляющих компаний накажут рублем. Теперь за нарушение допущенной организации ответит ее директор. Такое решение принял комитет госжилнадзора и контроля Ленинградской области. Как прокомментировали в ведомстве, ранее штраф выписывался на жилищно-коммунальную организацию и выплачивался ею с текущего счета, то есть фактически из средств собранных с жильцов. Теперь директор должен оплачивать его из своего кармана. Штрафы от 50 до 100 тысяч рублей будут назначаться за грубые нарушения лицензионных требований. Например, за невыполнение мероприятий по обеспечению безопасного проживания людей и заведомо некорректное начисление платы за услуги. Сельских старост необходимо поддерживать. С таким заявлением выступил губернатор Ленинградской области на пленарной сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы в Страсбурге. Александр Дрозденко отметил, что в решении публичных вопросов должны быть заинтересованы сами жители. И в первую очередь именно староста поселения или деревни является связующим звеном между органами власти и простыми людьми. В 47-м регионе действует закон о старостах или так называемый закон тысячи добрых дел. В его рамках предусматривается финансирование недорогостоящих проектов, например, по благоустройству, которые инициируются самими жителями. Миллиарды рублей на восстановление культурного наследия Выборга. О реализации концепции сохранения исторической части города рассказала помощник главы районной администрации Наталья Николаева. Первыми слушателями доклада стали члены Совета директоров промышленных предприятий. Цифры впечатлили всех, в том числе и наших корреспондентов. Сохранение культурного наследия Выборга – животрепещущая тема для горожан и туристов из других регионов России и зарубежья. Большая часть исторических объектов находится не в самом лучшем, а иногда и в плачевном состоянии. Разговоры о выделении баснословных сумм из федерального бюджета ходили уже несколько лет. Однако разрозненные сведения не давали составить общую картину. Наконец появился первый доклад с разъяснениями, сколько денег выделят и на что. Его представила помощник главы районной администрации Наталья Николаева. На этот год в федеральной программе «Культура России» заложено 314 миллионов рублей. Из них 226 миллионов на реставрационные работы на часовой башне, башне-ратуши и башне Святого Олафа. Там работы уже начались. Также в этом списке значатся костел Геоцинта и бастионные валы Выборгского замка. Остальные 87 миллионов рублей предусмотрены на разработку проектной документации для реставрации анинских укреплений, здания Кардегардии, некоторых крепостных построек и сооружений на Замковом острове, собора Петра и Павла. Два инвестиционных проекта Министерства культуры и Всемирного банка обещают еще более внушительные суммы. В парке Монрепо работы начнутся в ближайшее время. Все согласования пройдены, все проектные документации у них подготовлены. Поэтому в 2017 году начинаются уже реставрационные работы. Сумма финансирования – 1 миллиард 100 тысяч рублей. На реставрацию Выборгского замка проектам предусмотрено 689,5 миллионов рублей. Документация согласована. Начало работ запланировано на третий квартал этого года. Второй проект – сохранение и развитие малых исторических городов и поселений – наиболее впечатляющий. Правда, пока он находится на стадии согласования. Обозначенные в нем суммы исчисляются в иностранной валюте. На создание системы туристической навигации заложено 506 тысяч долларов США. Это порядка 29 миллионов рублей. На создание на основе фрагмента городской структуры Центра культурно-туристического развития – это знаменитые выборгские руины. 29 миллионов долларов. Это более полутора миллиардов рублей. Да, это большая сумма для нас. Называется данный проект – это фрагмент городской структуры, квартал Сета-Солберга. Бенефициар у нас уже определен. Это театр «Святая крепость». Собственно, для них будет данное пространство подготовлено. И в дальнейшем, помимо того, что «Святая крепость» может использовать данные площади, там могут проходить различные массовые культурные мероприятия. Не только фестивали, но и выставочное пространство там будет заложено. Коснулась концепция сохранения культурного наследия объектов регионального значения. На 15 миллионов рублей проведена историко-культурная экспертиза по 75 многоквартирным домам. Создавать проекты их реставрации планируют в следующем году. Сейчас администрация находится в процессе формирования вместе с администрацией, с правительством Ленинградской области по формированию под программы капитального ремонта многоквартирных домов. То есть это именно на памятниках. По ремонту фасадов, крыш, то есть кровли, может быть даже цокольной части, в зависимости от первичной необходимости по объектам. Также ведутся переговоры о включении в программу реставрации морского фасада Выборга. Так в проектах называют набережную, которая находится не в самом лучшем состоянии. И самый важный вопрос о расходовании средств. Местная власть никакого доступа и возможности контролировать процесс не имеет. Это зона ответственности правительства Ленинградской области и федеральных властей. Вероника Когут, Андрей Неробов, Медиагруппа «Наш город». Омбудсмен 47-го региона хочет знать, как живется людям в домах престарелых. С этой целью организуется специальная горячая линия. Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области Сергей Шабанов примет жалобы от людей, живущих в подобных учреждениях, а также от их родственников. По всем обращениям будут проведены проверки. 4 апреля в аппарате омбудсмена ждут звонков с 10 до 16 часов. Номер телефона на экране. У областной туберкулезной больницы в городе Выборге новые главные врачи и новые перспективы. О них профессор Константин Пучков рассказал нашей съемочной группе. Подробнее в следующем сюжете. Доктор медицинских наук, вице-президент Санкт-Петербургской ассоциации фтизиаторов и пульмонологов Константин Пучков – фтизиатор с 35-летним стажем. Его трудовая деятельность начиналась в Новосибирске. Последние годы Константин Геннадьевич работал в Москве. Специализировался на лечении туберкулеза у детей и подростков. В конце 2016 года ему предложили возглавить областную туберкулезную больницу в Выборге. Я принял решение, что нужно приезжать и возглавлять такую роскошную материальную техническую базу, равной которой я не видел ни в одном из регионов Российской Федерации. А я их объездил практически все. Все детские стационары я знаю. Этот из детских стационаров лучший. Главным врачом больницы Константин Пучков стал всего два месяца назад, но у него уже далеко идущие планы относительно того, как можно развивать систему оказания медицинской помощи больным туберкулезом. К примеру, создать в учреждении дополнительные места для родителей юных пациентов. Ежегодно больница принимает около 200 детей в возрасте от 2 до 18 лет. Здесь они находятся от 3 месяцев до 3 лет и подолгу не видят своих мам и пап. Плюс ко всему мы будем делать сейчас, если поддержат руководство области, я думаю, что поддержат, будем делать консультативно-диагностический центр по детскому туберкулезу на всю Ленинградскую область. И тогда жизненно необходимо будет, чтобы была возможность родители привезли ребенка, остановились с ним где-то. Мы даем им эту возможность, совместное пребывание матери ребенка, если нужно и отца. И в течение нескольких дней мы решаем все эти проблемы, которые у них по месту жительства займут гораздо больше времени. Создание такого центра позволит оказывать помощь больным туберкулезам более оперативно и качественно, особенно если в больнице появится компьютерный томограф. Профессор Пучков намерен добиться его установки. Встреча в областном правительстве по данному вопросу уже намечена. На данный момент это уже стало рутинным методом исследования, без которого диагностировать особенно малые формы туберкулеза практически невозможно. Мы жадничать-то не будем, когда установим, если у нас он будет не задействован, то, конечно, мы примем абсолютно всех. Плюс ко всему, вы знаете, дети из групп риска по заболеванию туберкулезом достаточно многочисленные когорты, поэтому большинство из них абсолютно здоровы, но на туберкулез их обследовать нужно. Так что значительную часть населения детского мы сможем здесь тоже принять. Амбулаторно-поликлиническое отделение, прежде находившееся на проспекте Ленина, теперь также располагается в здании больницы. В нем действуют 10 коек для пациентов дневного стационара. Медики с удовлетворением отмечают, заболеваемость туберкулезом в последние годы пошла на спад, но это не значит, что можно пренебрегать мерами профилактики. К ним врачи относят здоровый образ жизни, отсутствие контактов с больными, вакцинацию новорожденных. От туберкулеза возможно излечиться, главное не запускать болезнь. А для этого необходимо регулярно проходить флюорографию и делать пробу МАНТУ. В настоящее время родители все чаще отказываются от проведения этого исследования у детей. Напрасно, говорит Константин Пучков. Пугают чем? Что в туберкулине есть фенол. Вот та доза фенола, которая есть в одной дозе туберкулиновой пробы, которую мы ставим, находится в норме в 4-5 мл мочи. То есть внутри человека мы носим с собой этот фенол. А один глоток кока-колы какой-нибудь, ну это фенол на всю жизнь через пробу МАНТУ. Так что туберкулина диагностика абсолютно безвредная вещь. И если мы ее будем проводить, мы будем контролировать, кто из детей инфицировался, а кто нет. Кстати, юные пациенты проходят в больнице не только диагностику и курс лечения, но и диспансеризацию. Здесь с ними работает стоматолог, отоларинголог, психолог. Людмила Перминова, Александр Сорокин, Медиагруппа «Наш город». Деньги пахнут. На пункте пропуска Светогорск служебная собака в Оборской таможне по характерному запаху определила, где лежат наличные. 800 тысяч незадекларированных рублей везли в автомобиле, следующем в Финляндию. Они находились в дамской сумочке на заднем сидении. По существующим правилам, без декларации можно вывозить из страны сумму, эквивалентную 10 тысячам американских долларов. Это примерно 570 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления, на нарушителей составлен административный протокол. Может ли новорожденный быть зарегистрирован с двойной фамилией, то есть содержащей фамилии мамы и папы, если они разные? Условно, Иванов Сидоров. С таким вопросом родители нередко обращаются в ЗАГС при оформлении свидетельства о рождении ребенка. Как прокомментировали в прокуратуре, Семейный кодекс гласит, это невозможно, если только один из родителей сам не носит двойную фамилию. Невозможно дать фамилию двух родителей одновременно, если у них фамилии одинарные. Если у них двойная фамилия изначально у одного из них, то ребенку возможно передать полностью эту двойную фамилию. В настоящее время в Госдуме рассматривается вопрос о том, чтобы предоставить людям такую возможность. Однако законопроект пока не принят. А вот получить двойную фамилию при вступлении в брак возможно. Супруги вправе соединить свои фамилии в качестве общей. Выборжцы смогут проверить свою грамотность. 8 апреля в нашем городе во второй раз пройдет тотальный диктант. Впервые к этой международной акции Выборг присоединился в апреле прошлого года. Тогда в ней приняли участие 213 человек. Для желающих проверить свои знания русского языка в этом году будут открыты три площадки. Филиалы университета имени Герцена и Академии госслужбы, а также библиотека Алта. Кроме того, написать диктант можно на сайте проекта. Кстати, там уже открыта предварительная регистрация. Напомним, тотальный диктант пройдет 8 апреля. Старт ему будет дан в 14 часов. Ленинградская область поддержит производителей рыбы материально. В текущем году на этот сектор АПК предусмотрено в бюджете порядка 90 миллионов рублей. Взамен от рыбоводческих хозяйств ожидают хороших результатов. Планируется, что в этом сезоне они произведут 8,5 тысяч тонн рыбоводной продукции. В прошлом году объем составил 7,6 тысяч тонн. Традиционно 47-й регион вошел в тройку лидеров по выращиванию радужной форели в Садках. Официальный курс валют на 31 марта, установленный Центральным банком РФ, составляет евро 60 рублей 60 копеек, доллар 56 рублей 38 копеек. К новостям спорта. Выборские шахматисты поборолись за приз Центра Ладога. В областных соревнованиях, которые прошли в Тосно, приняли участие 14 команд со всего региона. Играли по швейцарской системе с контролем времени 45 минут на партию. В итоге сборная Выборга стала бронзовым призером турнира, уступив двум командам Севоложского района. В личном зачете первое место заняла приморчанка Полина Иванова. Финальный этап первенства Ленинградской области по мини-футболу завершится до середины апреля. За лидерство в региональных соревнованиях борется Выборский фаворит 2003. Игры пройдут в Гачинском районе. 3 апреля фаворитовцы сыграют со сборными Волховского района и Луги. 10 апреля состоятся матчи фаворита с футбольными клубами Гачинского района и Киришей. На сегодня это все. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин